Итак, всем привет, с вами Добгей, мы продолжаем играть за Империю Грифонов в Эквестрии Этвор. Собственно говоря, в прошлой серии мы уже закончили на нашем материке, и мы готовимся саживаться на чужой материк. Я здесь буквально немного еще промотал, собственно говоря, чтобы заняться скучными вещами. Я нашей подлодке отделил часть, сделал еще два театра, соответственно, один это северный, другой это южный. Они должны на всякий случай защищать нас от отражений. Кроме того, я здесь приорганизовал также наши армии, у нас здесь очень неплохие резервы стоят на всех портах. В принципе, мы должны быть в состоянии отбиться от любой высадки. Параллельно я вот здесь заметил, что здесь какое-то космическое количество войск Эквестрийского союза, так что здесь у нас будут тоже битвы плотные. Но я думаю, мы здесь должны их перебить, учитывая то, что у нас здесь все-таки наш материк. Вот здесь вот я не знаю, как пойдет все. Вот, как можете видеть, вот этот я тоже реорганизовал. Старый я в основном отправил на патрули и поддержку вторжений, как что-то на сопровождение конвоев. Ну, новый большой кулак я сделал как ударное соединение, а два поменьше, как два патрульных. Также небольшое количество чисто эсминцев на, собственно говоря, сопровождение конвоев. Возможно, также троллиними мы будем делать, если здесь где-то будут мины, потому что я специально снарядил их возможностью снимать мины, потому что я не знаю, что там Ишка делает. И наш основной подводный флот сейчас находится здесь, потому что первая цель это пробить как раз-таки Хераптеру, чтобы самую южную угрозу ликвидировать. Параллельно вместе с этой угрозой отбить эти острова и уже начать высадку сюда. Здесь у нас готовы наши 5-го уровня ракеты. Я ожидаю, что урон должен быть очень даже неплохой, но посмотрим, я не уверен, что там по авиации, расставлена ли везде авиация. По-моему, авиация немного мешает. Кроме того, там могут быть поставлены ПВО, ПВО тоже будут мешать. Но в целом, я думаю, все равно урон должен быть колоссальный. Мы потом посмотрим по вот этим цифрам. У нас, в принципе, разведанные кое-какие туда есть. Можем даже отправить туда каких-нибудь шпионов, но я думаю, их там поймают. Так, я думаю, подготовки было достаточно. Можно начинать вторжение. В целом, все проходит неплохо. Единственное, мне почему-то не приходит уведомление о морских битвах. Я сейчас поищу, в чем правильная причина. Но здесь происходит то, что я ожидал. Собственно говоря, огромное количество авиации начинает бомбить наш флот, поэтому я его отсюда увожу в срочном порядке. Так, высказать пришло успешно. Мы сделали пластдарм и выбили сейчас их из порта. Здесь мы тоже успешно высадились. Собственно говоря, направляемся к их главным городам. Вот тут я встретил очень неплохой флот противников. Единственное, что наш флот сейчас находится весь на ремонте, потому что он находился в разном состоянии после того, как постоял в этой морской области. В принципе, каждый пускай на весь ремонтируется. Вообще, на самом деле, у нас и подлодки справляются очень неплохо. Как вы можете видеть, они просто не могут до них дойти. Хотя вот одно вроде почти. Кроме говоря, у нас пять подлодок держат вот такой вот огромный флот. Причем топит часть кораблей из них. Стоит направить сюда какие-то подкрепления, я думаю. Так, наши войска смогли капитулировать вот эти силы. Сейчас я понимаю, они в процессе... Здесь мы тоже смогли капитулировать. А значит, мы можем переводить наше внимание на юг. Здесь я пропустил тот факт, что войска вражеские смогли пройти. Но они там сейчас без сновления сидят, так что это, можно сказать, только большая ошибка из их стороны. Потери пока 1-4 к 100 тысячам. На самом деле, прекрасны. А вот и окружение достаточно плотное. Сил социалистов на игр. Кстати, генерал за все это время все еще не смог взять с один уровень. Кстати, интересный факт. Бомбардировка нашими ракетами не наносит особого урона. Но перетягивает очень много авиации противника. Как вы можете видеть, везде около тысячи самолетов не держат. Как я и говорил, в принципе, авиация мешает. А я теперь с помощью наших подлогов смогу перехватить полностью здесь Каперли море. И мы летим высаживаться. А вот и произошло, можно сказать, практическое окружение. Здесь перекрытое снабжение. И здесь я морских портов не вижу. А значит, что здесь просто куча танков без какой-либо поддержки. И без топлива, без ресурсов. Потери просто колоссальные на данный момент. Но здесь у нас тоже происходит нечто. В наборе у нас невероятные тоже бои происходят тем временем. А где остальные... А, остальных у нас подлодки перебивают. Но ничего, мы должны быть в состоянии помочь и высадиться. Тем временем я замечаю, что у нас наши подлодки просто в бесконечных боях. Можете видеть, здесь на севере просто жесть происходит. Раз флот против большого флота. Два. Три здесь небольшой флот. Четыре здесь большой флот. Просто героически сражаются. А здесь происходит что-то вот такое. Я подозреваю, что... Это были войска. Потому что вряд ли припасы бы здесь перевозились в принципе. В таком количестве. Но все возможно. То есть... Очень-очень мощно вкладывается. По флоту. Здесь союз. Тем временем суммарные потери союза превысили 6 миллионов. Больше всего потерял именно экстрический союз. Видимо, здесь было просто космическое количество солдат. А, кстати, мы прекрасно видим. У нас, видимо, разведка прекрасно работает, а у них нет. Мы теперь можем хорошо видеть, что именно у них по войскам. Люди у них сбирают просто космическими скоростями. Как мы смогли сделать себе на острове Плацдарм. Собственно говоря, сразу встречное выступление. Как можно видеть, до них просто не доходят припасы. Собственно говоря. Я думаю, в этом и все дело. Они не могут сражаться, если у них нет припасов. Все конвои здесь перехвачиваются. Здесь просто ад для их флота, на самом деле. То есть, вот происходит что-то такое. Туда едет 150 конвоев, и они все просто тонут. Интересно, можем посмотреть, сколько у них конвоев? 20 верфей на конвоях, а конвоев здесь должна была быть цифра такая. То есть, космическое количество подлодок, но они все очень старые. А вот она, 714 конвоев. Они могут в подиме просто перестать иметь конвои для снабжения. Итак, мы обеспечили безопасность островов. Здесь острова захвачены. Здесь острова сейчас будут захвачены. Собственно говоря. Стоит, наверное, сделать как-то вот так. Сюда кто-нибудь подойдет, поможет. И сейчас Пройдет ликвидация последних сил Союза на нашем континенте. После чего мы уже начнем высаживаться. Мы смогли пробить оборону острова на юге. Можно было, конечно, подвысадиться, Но я решил не заниматься такими вещами. У нас готовы острова. Вот эти вот. Можно отменить приказы. И после падения этого острова мы перейдем К материку Союза. Как было принято решение Начинать отступление, как только возможно. Потому что Рано или поздно Наш флот понесет какие-то потери От, как вы можете видеть, в русской авиации. Особенно здесь, где у нас нет ПО. Мы, конечно, пытаемся Как можем Это предотвратить, но Все равно какой-то урон будет. Так на востоке здесь мы не смогли Высадиться. Мы высадились вот здесь вот, но Эти войска не в состоянии Пробиться. А вот здесь у нас ситуация другая. И мы сейчас попробуем Разбить здесь наступление. Я думаю, что настало время решительных действий. Здесь есть очень много аэродромов. Стоит лишить врага Возможности намешать авиации, я считаю. Нам не хватает здесь Превосходства. Собственно говоря Если у врага не будет аэродромов То у врага не будет возможности Авиацию использовать, верно? Всего-то нужно Разбомбить все аэродромы Примерно вот так И я думаю, где-то здесь тоже Сейчас займемся этим Мы начнем еще серию Реативных ударов Правильно пробиваясь Через южные джунгли Кроме того, наши ракетные бомбардировки Да и стратегическими бомбардировщиками Привели к неожиданному Для меня воздействию У союза снижается желание войны Что на самом деле очень приятно Хотя по промышленности Конечно, мы мало что ему нанесли Так говоря, помните вот эти бои Они, видимо, затянутся на бесконечное Наши подлодки бесконечно отступают И бесконечно догоняют И параллельно, я так понимаю По ним бомбит авиация Интересное событие Я решил словить момент И провести Удар по столице Просто потому что Это будет какой-то интересный момент В результате ужасных боев Мы смогли Наконец-ки сделать и плацдарм Более того, здесь еще повторили наш выск В этот раз успешно И добиваем здесь Кое-какие окружения И уже Движемся в сторону Непосредственно материка Параллельно Выстраивая себе Покисномжения Потому что их здесь просто нету Собственно говоря Что поделаешь Но дальше будет получше Кроме этого Мы вот активно использовали Ядерное оружие Для выбивания Дивизии Собственно говоря На данный момент Общие потери Союза Составляют 10 миллионов человек Наши всего 600 тысяч Наше продвижение Улучшилось Собственно говоря Сейчас мы окружим Где-то 100 Чем-то 120 где-то дивизий Было чуть побольше Но видимо уже какие-то Просто закончились Снабжения нет ни с их Ни с нашей стороны Хотя я Постоянно достраиваю И от этого Конечно становится Чуть получше То есть здесь мы проходим И постепенно я Строю здесь Можно Возможно Когда мы дойдем до столицы То здесь будут Лучшие дороги в мире Тем не менее Идем мы очень медленно Но Уверенно И по потерям Конечно Ну Космические потери У Союза Уже 11,5 миллионов Но и мы Тоже подходим В пилеон На самом деле Не маленький Параллельно С южным наступлением Которое Все еще Продвигается В джунглях Очень медленно Но Верно Я решаю Что нам стоит Начать высадку На севере И возможно Начать двигаться С другой стороны Потому что Именно здесь Самые главные Национальные провинции И в принципе Если их забрать Эквестрия Плюс-минус Капитулирует Наша высадка Успешна И мы Успешно Продвигаемся Дальше Здесь же Нас Попытались Окружить Но поскольку У них здесь Тоже нет припасов То это Выходит Как-то у них Сомнительно В сумме Здесь я вижу Почти две сотни дивизий Здесь Сотня Здесь мы уже Начали Очень активно Наступать Потому что мы Вышли к равнинам Здесь все еще Медленно Здесь же наше наступление На самом деле Вполне себе Быстро Единственное Что Количество дивизий Просто Поражает На самом деле Но В принципе В пределах ожидаемых И вот мы Взяли Сталинград Собственно говоря Везде наступаем Уже успешно Здесь мы наконец-таки Пробили сквозь джунгли Выходим к равнинам Здесь у нас В принципе Сразу В основном Равнины Поэтому Главное было Просто Перебить Вражские силы По мощи Потери Колоссальные 16 С половиной Миллионов Скоро будет Лично У союза 13 То есть Там буквально Осталось 4-5 миллионов Взрослого Населения Ну как Взрослого Я так полагаю Где-то От 16 До 50 Практически Все Блоспособное Население Эквестрии Вот-вот Будет Уничтожено Временем Мы Решаем Повести Очень Дерзкую Атаку Прямо На столицу Оленей Высадиться Потому что Чтобы Эквестрийский Союз И оленей Эквестрийский Союз Потихоньку Подходит Концов Хотя На севере У нас Здесь Наступление Подзакликнулось Потому что Просто-напросто Фронт Слишком Широкие Уже И мы Прострашаемся Вокруг А вот В оленей Мы удачно Высадились И сейчас Будем двигаться Как капитуляция Оленей А вот Мы взяли Контролот Параллельно С этим Оленя Тоже Потихоньку Подходит Капитуляция Скоро Эта Ужасная Война Закончится Мы потеряли Живы 3 миллиона Греконов И убили 23 миллиона Пони Какая ужасная Война Мы смогли Капитулировать Одну из Марионеток Это очень Неплохо Это Освободит Нам какие-то Силы Наконец-таки Потому что Мы пока В супернапряге А вот Подходит Капитуляция Квестрийского Союза 99% Эта Война Вот-вот Завершится Оленя Тоже Собственно Говоря Почти Готова Мы смогли Объединить Наши армии С этой стороны Просто Наши танковые Войска Постепенно Захватывают Вот Видимо И все Осталось Оленю 26 миллионов Потерь У врагов И 3 миллиона Потерь У нас Кошмарные Цифры Собственно Говоря Вот это Похоже На Потери Реальной Мировой Войне Уже А вот И олени Капитулировали Собственно Говоря Теперь Можно Как-то Мир По нашему Длению Разрисовать Так вот Каким-то Образом Здесь Появились Объединенные Ули Ченджлингов Еще Которые Не капитулировали Из двух Провинций Но Сделаем Вид Что Их Нет Собственно Говоря Вот Наша Империя Теперь На Два Континента Раскинулась И В принципе Других Свердержав Подобного Размера Нет Промышленности У нас Космического Размера Здесь Пока у нас Соперников Нет Может В будущем Патчу Они добавят Там Держав Которые Могут Посоперничать Но Сейчас Уже Точно Нет Поэтому На этом Можно Заканчивать Собственно Говоря Партия Получилась Интересной А с вами Был Дубгай Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Комментарии Все Как Обычно До Скорых Встреч